Еще раз здравствуйте! Как вы поняли из названия, сегодня я еду в Хамайгаш. Очень интересное место в Израиле, очень рекомендую посетить и посещать неоднократно. Так вот, о чем я хочу сегодня с вами поговорить, прежде всего о ценах на квартиры в том же Израиле, и, собственно, не только о ценах на квартиры. Так, сегодня здесь перекрыли Айлон, и вообще что-то у нас... Так вот, происходит. Как мы теперь поедем? Мы это все объедем. Еще раз здравствуйте! Мы попали в пробку в Тель-Виве из-за того, что перекрыли центральную трассу, и примерно полчаса ушло на то, чтобы эту пробку разрулить, и сейчас мы выехали уже из Тель-Вива, и вот едем по пути в Натане. Вы можете видеть, насколько в Израиле много свободной, незаселенной земли. Вот просто мы едем по этой трассе из Тель-Вива, в Кирцли в данном случае, и по обе стороны, а в шоссе вы видите просто поля неиспользованной, незаселенной территории. При этом стоимость на квартиры баснословная, и эта стоимость обусловливается как бы нехваткой земли. Насколько, какая здесь нехватка земли, вы сами видите. Вот. Просто-напросто государство шантажирует граждан доступ к их общей земле, а земля принадлежит всем гражданам, так же, как и воздух, и вода, и общие ресурсы. Так вот государство просто шантажирует, запрещает просто брать и строить, и за доступ, за получение какого-то, даже не участка земли, а просто права на свою квартиру в рамках общего многоквартирного дома, который занимает очень маленькую площадь, нужно заплатить просто какие-то гигантские деньги, которые, ну, в общем-то, выше, чем себестоимость постройки непосредственно самой квартиры в несколько раз. То есть, если построить квартиру стоит, к примеру, 100 тысяч долларов, то еще 200 или 300 тысяч долларов нужно заплатить за само, как бы, право эту квартиру иметь, как будто бы за землю, хотя земля, она общая, как я уже заметил. Так вот, ситуация-то не только в Израиле, а во всем мире подобная, но в Израиле просто страна маленькая, все концентрировано, страна монополизирована, и, в общем-то, проведется вдоль, как я уже рассказывал в одном из предыдущих видео, и здесь можно видеть вот эти вот процессы, как бы через это увеличительное стекло, и это очень удобно для того, чтобы их анализировать и, может быть, даже предсказывать те процессы, те явления, которые через какое-то время будут и в других странах осуществлены. Так вот, сейчас мы едем, опять же, из центра страны в Камайгаш, и пока мы едем, мне хотелось бы рассказать не только о квартирах, а и вообще о явлении, и о том, как смотреть на вещи, в которых вы плохо ориентируетесь, из-за каких-то неизвестных или непонятных вам вещей. Так вот, если вы сталкиваетесь с такой ситуацией, что в чем-то вы не понимаете, какая-то область неизвестная вам, но вы хотите понять, как это работает, и принять какие-то решения, просто абстрагируйтесь от того, что вы не знаете, от того, что вам неизвестно, и перенесите эту модель на те модели, которые вам известны. Сейчас я покажу это на простом примере, и вы поймете, о чем я говорю. Так вот, возьмем ситуацию с теми же самыми квартирами. Как вы знаете, например, если смотреть на эту ситуацию выше, глобально, то квартирный рынок это нечто замкнутое, то есть есть конечное число земли в государстве, больше ее никогда не будет, конечное число территорий, и можно на этой территории поставить, не построить некое конечное количество зданий и квартир. Естественно, здания могут быть многоэтажными, до какого-то уровня можно наращивать число квартир на единицу площади, но это уже другой вопрос. Я сейчас говорю, в принципе, о том, что система замкнутая, и количество квартир ограничено. Если мы сейчас, как это происходит в Израиле и в большинстве стран, начнем продавать участки определенным людям, то до определенного времени, да, мы можем это делать, но потом просто закончится земля, увеличится количество населения, мы прием к тому, что у кого-то будут очень большие участки земли, у кого-то меньше, у кого-то их не будет вообще, и мы уже, в принципе, не сможем ничего продавать, и люди начнут, одни люди шантажировать других доступом к этому самому жилью. С чем это можно сравнить? С тем, что вам известно. Например, возьмите круговорот воды в природе. У нас, скажем так, на земле есть какое-то конечное число воды, и эта вода постоянно циркулирует, то есть она, скажем так, испаряется, она конденсируется в облаках, выпадает дождем, она, скажем так, в морях и реках, она, как это сказать, не льется, ну, вы меня поняли, плещется, а вот, и постоянно участвует в жизни всей планеты, всех организмов, которые на этой планете существуют. Если мы сейчас возьмем определенный объем воды, к примеру, и герметично ее закроем, скажем так, в какой-то, например, подземной емкости, к примеру, вот какое-то государство захочет создать какой-то стратегический запас воды из какой-то хранилища герметичной, и очень большое количество воды просто изолирует от общей среды. Естественно, эта вода продухнет, испортится, а все, что находится вокруг из-за нехватки, воды начнет чахнуть и просто вымирать. Вот если вот эту вот известную нам, скажем так, модель перенести на ту же самую модель квартир на рынке и, собственно, земли, на которой эти квартиры строятся, мы поймем, что недопустимо, в принципе, продавать землю в частные руки ни в коем виде, потому что любая земля, проданная в частные руки, даже если это небольшой участок, потенциально эта земля будет выведена из общего пользования и ограничена только вот той семьей, тем человеком, который владеет этой землей. И в дальнейшем с ростом населения при следующем развитии это будет только прогрессировать и, собственно, будет увеличиваться количество людей, которые собственники вот этих вот участков земель, и просто все начнет с одной стороны чахнуть, а с другой стороны вот эти вот участки, которые будут в собственности небольшого количества людей, они будут не использованы, ибо просто вот как бы ограничено будет их использование, из-за того, что эта земля находится в частных руках. То же самое можно сказать и о, к примеру, финансовой системе. И, к примеру, такое явление, как госдолг американский, о котором очень много сказано. Многие люди, большинство людей, в принципе, не понимают, что такое госдолг и почему он есть, и называют Америку банкротом и должником и черт знает как еще. А если вы возьмете, опять же, воспользуйтесь моим советом и вот этой вот ситуацией экономической, которая, скажем так, всей этой ситуацией с госдолгом и долларами в мире, вы просто портируете вот эту ситуацию на ту же самую модель, о которой я вам говорил, модель круговорота воды в природе, и вместо воды мы представим себе денежную массу, те самые доллары, то мы увидим, что для того, чтобы экономика работала, эти доллары, эти потоки, они должны постоянно быть в движении, они должны проходить через много рук, через много бизнесов, для того, чтобы они работали, для того, чтобы все могло цвести и существовать, и все было хорошо. Но вместо этого, что происходит? Какие-то отдельные люди, отдельные корпорации, в собственности нескольких единичных людей, в конечном счете, копят у себя вот эту вот денежную массу, изымают ее из общего оборота, и таким образом наступают депрессии, наступают кризисы, как в той же Америке были кризисы в каких-то годах, и единственным решением для того, чтобы как-то из этих кризисов выйти, является печатание дополнительных долларов, и каким образом их можно влить в рынок, не обесценивая их, это не просто их влить, а как будто бы взять их в долг, и таким образом образуется этот долг, то есть, в принципе, все деньги, которые существуют на рынке, они все взяты в долг, и, условно говоря, не то, чтобы Америка кому-то была должна, а просто все ее деньги считаются формально одолженными, просто так, для того, чтобы эти деньги не обесценились, нужно считать их одолженными, и тогда как будто бы их должны вернуть, и они имеют свою стоимость, типа просто так, как их не напечатали, а их одолжили. вот, так вот, в чем мое решение, видится, опять же, по аналогии с циркулированием воды в нашем мире, в чем решение квартирного рынка, в чем решение, опять же, финансового рынка, вот этого экономического, а в том, чтобы исключать, в принципе, возможность того, чтобы кто-то аккумулировал у себя доллары, или аккумулировал у себя землю, квартиры и так далее. Каким образом это можно сделать? А очень просто. Люди должны постоянно платить за пользование долларами, теми же самыми, или землей, и платить они должны по некому, в частности, за землю по некому, и ступенчатому тарифу, так что, например, если есть у нас 10, грубо говоря, 10 метров земли и 10 человек, и каждому человеку приходится, к примеру, по метру земли. Но если один человек у нас занимает, например, 3 метра, а остальные занимают, например, по 0,7, то есть они недополучают из-за того, что этот один держит землю других людей, то он должен просто-напросто компенсировать этим людям, платя каждый месяц, к примеру, какую-то сумму за ту землю, которую он имеет сверх вот этой вот, значит, квоты, которая приходится на каждого человека. Я говорю условно, но, в принципе, можно сделать это таким образом, то есть когда человеку нужна земля для того, чтобы построить дом, он может взять ее бесплатно, ибо земля общая, но каждый месяц он будет платить остальным людям компенсацию за то, что он, к примеру, пользуется большим количеством земли, чем приходится на одного человека. И, естественно, если, к примеру, земли становится меньше на человека из-за роста населения, то мы можем этот индекс уменьшить в соответствии с этим. И, соответственно, те люди, которые занимают больше земли, чем приходят на каждого человека, они уже будут платить больше, и у них уже будет больше стимула продать эту землю, даже не продать, а передать ее другим, для того, чтобы занимать ровно столько, сколько приходится на одного человека и ничего не платить. Вот это что касается земли. По аналогии с землей в плане денег, я бы предложил такую систему, уже было нечто подобное в истории, и хорошо себя оправдало, но банки это дело пресекли. Так вот, есть такой интересный принцип, как деньги со сроком годности. То есть, например, вы получаете, каждый человек имеет какую-то определенную сумму, которая дается ему от государства с рождения. То есть, вместо того, чтобы государство платило людям деньги по прожиточной минимум, какие-то пенсии, какие-то пособия минимальные, просто каждому человеку изначально дается некая несгораемая сумма. К примеру, пусть это будет тысяча долларов в месяц. И если человек потратил эту тысячу долларов в месяц, например, каждый месяц один процент от этой суммы будет возвращаться ему назад со счетов тех, кому эти деньги перешли. То есть, к примеру, какой-то бизнес получил от этого человека деньги в качестве оплаты. И если этот бизнес эти деньги заплатил дальше по цепочке, то он ничего не потерял. Но если этот бизнес начинает эти деньги удерживать, и как бы удерживать от себя и исключать их в дальнейшее движение, нанося тем самым вред экономике, то просто-напросто, скажем так, по одному проценту в месяц эти деньги постепенно будут теряться и перетекать обратно на счет того самого человека, первоначально, который эти деньги заплатил тому бизнесу. И по стечении определенного времени, скажем, полугода или года, или это все условно, все эти деньги, в принципе, вернутся человеку назад, он сможет вновь их потратить. Вот. Только такая модель позволит исключить полностью кризисы и, в принципе, исключит возможность каких-то людей или организаций аккумулировать деньги из общего оборота денежной массы и таким образом создавать вот кризисы на рынке. Так же, как и природа, я могу привести в пример, скажем, не знаю, двигатель автомобиля. Вот мы сейчас едем в машине, в нем постоянно циркулирует масло. И если, к примеру, это масло начнет скапливаться в каком-то, по какой-то причине, в каком-то месте, по причине, к примеру, там, я не знаю, соренности каких-то протоков, фильтров, всего, чего угодно, то, естественно, двигатель придет в негодность. Ну, и ничем хорошим это не закончится. Поэтому задача конструктора двигателя создать такие условия, при которых будет полностью исключена концентрация вот этого, вот, скажем так, масла этого, этого вот чего-то, что должно постоянно циркулировать, исключить концентрацию в одном месте. И задача, собственно, на правительство страны, если оно заинтересовано в развитии этой страны, в том, чтобы исключить концентрации земель, каких-то ресурсов, денег в одних руках, так как это блокирует полностью экономику и создает, в принципе, огромные проблемы для страны, для людей. А сейчас мы уже подъезжаем к Амайгашу, вот вы видите плывиску, и, собственно, сейчас вы посмотрите, что находится у нас внутри. Сегодня суббота, я так думаю, что будет очень много людей, и припарковаться будет не так просто, но обычно там очень много места для парковки, и можно куда-нибудь приткнуться. Аминь. 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 сам хамайгаш находится в кибуце здесь живут люди работают этот такой вот маленький кусочек я бы сказал коммунизма но так было раньше сегодня же всякие бутсы в принципе работают под тем же самым рыночным правилам как вся страна израиль вот такой вот комплекс очень прикольный вот здесь вот находится конфетерия здесь можно взять кофе всякие сэндвичи такое кофе с булкой 17 шекелей пицца стоит 45 шекелей салаты по-моему 55 шекелей стоит обед такой из трех блюд вот здесь вот у нас такие вот кресла с массажем но это старая тема уже не модно вот здесь вот у нас есть сауна сейчас покажу как это вообще выглядит вот здесь у нас есть влажная сауна здесь души такие вот сероводородные а вот обычные души сухая сауна вот тауна там просто сидят люди и так вот по кругу и париться не буду я заходить снимать их пугать и вот там вот есть кухня такая кухня открытая кухня покрытая а вот здесь вот есть вот такие штуки в них тоже париться внутри это за отдельную плату дальше здесь вот столики где можно перекусить пойду сейчас в эту сторону вот и здесь у нас тоже опять же везде столики кучу народу вот там дальше есть но я сейчас покажу вот снаружи загораю здесь вот есть переодевалки сухая сауна дополнительно а вот здесь вот есть такой комплекс где делают массаж камнями всякую всячину вот там вот в конце спа процедуры задельную плату вот и собственно сами места где купаются моются сейчас пройдусь покажу там что происходит вот здесь вот у нас три бассейна с разной температуры воды во всех бурлит вода вот такие вот это гидромассаж вроде как вот здесь три штуки потом можно пройти дальше вот там вот крытая кухня у нас наружу там вот обед которая говорил здесь у нас магазин товаров из мертвого моря все на косметики и всякого подобного а вот ну здесь еще два бассейна таких это сравнительно новые бассейны опять же с этим гидромассажем с термальной водой горячей и снаружи уже обычный бассейн с хлоркой с холодной водой вот вот как бы там вот он ну и помимо этого здесь еще есть лягушатник для за всех маленьких детей но не пойду я сейчас туда вот в общем он там в конце находится ну вот в общем то и все вот я сниму пару эпизодов непосредственно с места событий вот это один из бассейна вот там такой маленький в конце ну вот там и периодически включают напор такое что прям вообще бурлит такой бешеной силы а вот вот здесь вот средний бассейн с горячей водой и вот здесь самый такой большой и как я показывал еще есть один снаружи вот сейчас я подойду к сауном и зайду внутрь там уже в принципе немного народу сейчас уже конец дня ну я загляну внутрь надеюсь что никого это мне напугаем телефона вот это у нас отдаленная сауна она более такая современная конец дня обычно здесь куча народу мы выезжаем из хамайгаш вообще настроение супер ощущение легкости просто обалденно всем рекомендую значит весь день в этом комплексе там не знаю с 8 или с 9 траков он работает до 6 вечера стоит примерно 90 шекерей в субботу и если взять билет один плюс один из мании еще их дают либо по визу ли в ми-карте либо по срокарту там набрать по-моему полторы тысячи в месяц и тогда получить вот эту скидку 1 плюс 1 тогда это выйдет соответственно пол цены то есть вдвоем можно прийти за 90 по-моему 115 человек или по случись с люми карт это обошлось не два билета а вот ну и в общем мы едем назад здесь есть такой комплекс торговый сейчас вы его увидите комплекс работает по выходным и очень здорово так вот посетить до до хамайгаш или после хамайгаша в общем там есть макдональдс там есть куча всяких кафешек и соответственно супер и спортивный магазин то все по моему там восточные сладости типа похвалы похвалы продают вот в общем здорово у кого есть машина рекомендую кого нет машины рекомендую воспользоваться услугой тех у кого машина есть это здорово вот вот собственно сейчас мы проезжаем вот этот торговый центр о котором я говорил вот сейчас он справа от нас вот собственно как раз макдональдс мегаспорт пицца много чего еще там есть но опять же мы будем проезжать южный айалон то есть ту самую трассу которая через весь центр страны проходит и опять же увидите насколько не заселен вообще израиль если чуть-чуть вылететь за пределы за пределами городов в которых мы живем собственно если по-хорошему и строить здесь везде многоэтажки то можно просто массовым строительством буквально за пару лет в принципе всех обеспечить жильем и просто люди перестанут быть рабами друг друга скажем так но видимо это не нужно вот такие дела вот я поснимаю еще немножко вот мы выехали из камэгаши это как бы рядом с натанией потихоньку мы проедем близлежащие тибуцы и так далее самый центр центр страны вот это видите насколько тут все поля леса и вообще как много земли чтобы построить всем квартиры при желании конечно так и 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Самурай среди падающих лоб без снега Самурай танцует ким последней любви Самурай никогда еще так счастлив И не был самурай на войне в самом центре земли Оба эти белые птицы, что падают с небески на шансах О, эти чистые лица Самурай любят сражаться, любят сражаться Сердце самурая это точка и бой Сердце самурая это древние часы Сердце самурая в лоб без снега Сердце самурая это точные весы Оба эти белые птицы, что падают с небески на шансах О, эти чистые лица Самурай любят сражаться, любят сражаться Самурай говорит языком пристосовет Самурай обожает своего врага Самурай про себя абсолютно знает Самурай умрет и победит Самурай, о, эти белые птицы, что падают с небески на шансах О, эти чистые лица Самурай любят сражаться, любят сражаться Субтитры создавал DimaTorzok Самурай среди падающих на лупе в снегу Самурай танцует кем по средней любви Самурай никогда еще так счастлив Не был самурай на войне в самом центре Мы сейчас приезжаем к Герцли и, собственно, мы видим статую Герцля Вот он с левой стороны на бочке, если он попадает в камеру Вот видно его, верно, и не видно Вид, вот он сейчас как раз Вот этот Герцль, соответственно, город Герцли Вот здесь вот находятся все айтики с правой стороны IPM, Microsoft и вот куча-куча всякого Я попытаюсь их показать Вот, собственно, здесь Ну и мы проезжаем Герцли Мы скоро едем в Тель-Авиве Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА